Приветствую вас! Я думаю, что начать свой вопрос нужно от того, чтобы сказать главное. Значит, непонятно в чем ваш вопрос. Вот вы пишете, как забыть прошлые обиды. Совершенно очевидно, что нельзя. Даже если воспользуетесь гипнозом, даже если воспользуетесь гипнозом, то все равно не забудете. Все это все равно будет давать о себе знать. Так что это будет невозможно. Вы пишете, сдержать эмоции. Эмоции не нужно сдерживать. Эмоции нужно наоборот выражать. И все равно выражать правильно, выражать конструктивно, выражать адекватно. Тогда все будет. Пока что, вот именно пока что, на данный момент, я бы сказал, что ваши эмоции наоборот слишком не выражены. Раз вы реагируете на какие-то действия вот так. Достаточно негативно. Скажем, скажем, скажем так опять же. Ого. Представляете, какая штука. То есть, определиться нужно вот с этим аспектом. Определиться нужно вот с этим моментом для себя в первую очередь. И уже после можно будет о чем-то вести речь, соответственно. Дальше. То, что вы хотите, чтобы было по-вашему. Нет, нет, нет и еще раз нет. По-вашему не будет и быть не должно. То есть, отказаться необходимо от того, чтобы было по-вашему. Потому что быть по-вашему, это значит полностью подавить человека, с которым вы находитесь в отношениях. Это вообще не очевидно. Я надеюсь, что подавляю человека, нельзя построить сколько-нибудь удовлетворительные отношения с ним. Надеюсь, вы это понимаете. Ну, сам. Надеюсь, что сами вы это понимаете. Дальше. Я как-то, так. Это нечаясь строить нормальные отношения с мужчиной. Вот, знаете, я всегда очень осторожно отношусь к тем, кто говорит по поводу построения отношений с мужчинами. Ну, или женщинами. Вот. Не важно. Я очень всегда осторожно отношусь к той истории, когда человек видит, значит, ну, в другом только представителя гендера. Вот. Своего гендера. Вот. Мне это кажется, знаете, как очень, очень обедняющей такой позиции. Потому что, ну, мне кажется, что не может человек ограничиваться только гендерным, значит, ну, только гендером. Вот. Человек это всегда, все-таки, на мой взгляд, что-то больше, что-то больше. И лучше, конечно, если вы для себя это примете и поймете, да, что, во-первых, нельзя устраивать отношения с мужчиной ради отношений. Это первое. Первое. Вот. А второе, на мой взгляд, нельзя устраивать отношения с мужчинами. То есть вы строите отношения с людьми. И ваша цель заключается в том, чтобы построить, ну, не чтобы построить отношения, а чтобы реализовать что-то свое. То есть ваша цель заключается именно в этом. То есть нельзя строить отношения ради отношений. Это не работает. Это так. Исходя из этого, можно сделать, можно, значит, как сказать, можно задать вам вопрос. Можно задать вам вопрос. А именно, что вас объединяет с мужчинами, с которыми вы строите отношения. К примеру, что вас объединяет? Вот. Потому что если объединяет вас с мужчинами ничего, если вас ничего с мужчинами не объединяет, то это вот, к сожалению, те самые проблемы, это, к сожалению, вот та самая проблема, из-за которой вы не можете построить отношения. Не из-за того, что вы хотите, чтобы все было по-вашему. Не из-за, не из-за этого. А именно из-за того лишь только, что слишком вы мужчину видите как мужчину. Хотя он на самом деле, да, он не мужчина. Он человек, в первую очередь. Вот. Это уже потом он становится мужчиной. Но изначально он человек. И если мы признаем, что он человек, то вас с этим человеком должно как минимум что-то объединять. Если вас с этим человеком ничего не объединяет, то вот вам проблема. Далее. После развода, неудачного брака, поступки или слова напоминает прошлое. Я начинаю злиться и заводиться. Ну, развод это очень, это сильнейшее психотравмирующее событие. Особенно, если развод произошел не добровольно, да, то есть, ну, не по обоюдному согласию партнеров. Вот. А работа это очень тяжелое событие, поэтому его необходимо проработать, его необходимо разобрать. Вам необходимо для себя, наверное, да, наверное, для себя, вам необходимо это отпустить. Вот. То есть, вам необходимо перестать, ну, на это реагировать так, как вы реагируете. А на это необходимо вообще разобраться, разобраться в том, что, что вообще произошло. Вот. Между вам. Что между вами произошло и, соответственно, что случилось между вами. Что у вас случился развод. Дальше. Брак. Брак сам по себе. Я надеюсь, вы понимаете, не может быть удачным или нет. Это человеческие отношения. И как любые человеческие отношения не могут быть успешными или нет. Они развиваются, эти отношения. И приходят, как, как, ну, к определенному результату. Но это не может быть успехом или не может быть неудачей. Это просто результат. А успех и неудача это то, что видит уже сам человек. Поскольку, поскольку отношения не есть игра, то вы просто приходите к определенному результату и все. Соответственно. Это необходимо для себя, как можно более четко понимать. То есть, вы такое впечатление, да, что воспринимаете отношения, ну, как, знаете, как какую-то игру, что ли, да. То есть, в которой можно выиграть, а можно проиграть. Можно быть удачливым, а можно не быть удачливым. Вот это на самом деле очень, очень опасная ситуация, потому что рискуете вы сделать отношения, опять же, всем. Вы рискуете сделать отношения с самоцелью. А отношения с самоцелью быть не могут. Но отношения являются самоцелью, потому что у человека есть определенные потребности, желания и так далее. Определенные представления, как у вас, например. Вы говорите, что все должно быть по-моему. Вот и все. Раз все должно быть по-моему, ну, значит, все. Есть ожидания чего-то вы ждете. Вот. А если вы чего-то ждете, и это не случается, то вы испытываете разочарование, конечно же. Вот. По-другому и быть не может. Отсюда и проблема возникает. Дальше идем. Так. В итоге начинается словесный понос. Не могу замолчать. Внутри начинает все кипеть. Переходится в истерику, которую я не могу остановить. Но с этим нужно разбираться. В итоге скандал, слезы, крики. Я устал. А на кого? С кем скандал? Не очень понятно, да? С кем конкретно вы скандалили. Дальше я устал. От этого мучаю. Сама мучаю близких. Это не помогает. Словно дело в голове моей, да? Дело в вашей голове. Как забыть? Забыть нельзя. Обида это ожидания. Нужно работать соответственно с ожиданиями. Заново, не глядываясь на опросы или тянуть его настоящие, не бояться все либератные. Страх это тоже то, что с чем отдельно работают Алену. Страх это такое достаточно сложное чувство, как, которое в основном связано с тем, что человек не проставил личные границы свои там, где это нужно было. Вот. Вот примерно так я ответил бы вам на ваш вопрос, который вы задаете. Конечно, этого это немного. Конечно, этого, безусловно, мало для того, чтобы решить ваши проблемы все, да? Но, тем не менее, надеюсь, что хотя бы немножечко я вам помог и подсказал направление, в котором вам теперь нужно двигаться дальше, двигаться вперед. Если у вас остались дополнительные вопросы, ко мне вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и позвольте специалистам вам помочь. Тогда все будет хорошо и вы не будете проживать свою жизнь впустую. Спасибо. 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 Спасибо.